Девушка, вы Беляева, да? Девушка, вы отказываете сообщаться? А вы кто вообще? Вы мне звонили как-то с угрозами об отключении электричества? Да-да, я помню, я сейчас увидела. А, это вы? Я вам не угрожала. Ди, какие угрозы? Я вам всегда звонила. Вы Беляева, да? Нет, я не Беляева. Как не Беляева? Вы же только что говорили, что Вы Беляева. Само не Беляева. Нет, только что. Вам заняться нечем? Мне просто интересно. Познакомимся решим. Разве так знакомимся? Как получилось? Как получилось? Всего хорошего. Здравствуйте, Антон Николаевич. Кто это? Это Беляева. Вероника. Вкусно. Концентролер водопроводного хозяйства. Можно будет с Вами договориться, счетчики переписать Ваши? Пожалуйста. На каком основании? На каком основании? Угу. Ну, такие правила у Восточного ДЭСа. А Восточный ДЭС что, является управляющей компанией? Да. В сабышках или на самом деле? Антон Николаевич, Вы меня пустите или нет? Давайте без лишних вопросов. Я всего лишь контролер водопроводного хозяйства. Просто я хочу к Вам попасть, переписать счетчики. Вероника, вот поясняю. У ДЭС ВЖР были затребованы еще три года назад все документы, которые подтверждают их полномочия, что их кто-то наделил и выбрал вообще управляющую компанию. Они до сих пор эти документы предоставить не могут. То есть, они не могут подтвердить то, что жильцы, собственники дома номер 21 избрали их управляющей компанией. Соответственно, они до сих пор мне не предоставили свои полномочия. То есть, до тех пор, пока не предоставят протокол общего собрания и решения собственников на бумажном носителе, заверенном надлежащим образом, я не вижу смысла вообще с Вами разговаривать. А у Вас, как у представителя, не знаю, какой-то фирмы вообще другой, ЖЭО-2, я так предполагаю, да? ЖЭО-2? Я Вас слушаю. ЖЭО-2. ЖЭО-2. Я сейчас к Вам звоню в лице контролирования проводного хозяйства. ЖЭО-2. Ну вот, ЖЭО-2. А к управляющей компании «Дезвежер» вы какое отношение имеете? Я не буду отвечать на этот вопрос. Ладно, Вы отказываетесь, я оставляю отказываться. Вы не отказываетесь, я не отказываюсь. Пожалуйста, приходите, только сначала предоставьте все документы, подтверждающие Вашу личность, должность и полномочия. Что? Моя личность? Да, в том числе паспорт Российской Федерации, доверенность нотариально заверенную на представление интересов от ООК «Дезвежер» и самые главные. Что ООК «Дезвежер» наделено полномочиями, собственниками? Ну, у меня есть подостоверение контролера доброводного хозяйства от РЭО-2. Все, что положено для контролера. Ну, это документы ни о чем. Ну, паспорт я никому не буду свой показывать. Что? Я даже свой паспорт никому не показываю, даже полиции. Это правда, что ли? Конечно. А зачем? Ладно, хорошего дня Вам. Подождите. Давайте поговорим. Ну, чего Вы сразу трубку бросать-то? Вы же мне позвонили. Давайте пообщаемся. Ну, Вы отказались меня пускать. Нет, я не отказывался. Я говорю, приходите, пожалуйста, только предоставьте документы, подтверждающие Вашу личность, должность, полномочия. Ну, это только удостоверение. Ну, меня это не устраивает. Согласно закону… Тогда, извините, остальные документы я предоставлять никому не буду. Ну, а тогда о чем разговаривать тогда? Если Вы приходите… Все, договор закончен. До свидания. Естественно, кто. Подождите. А вот если Вы придете, я вызову полицию, Вы им тоже не предоставите документ? На каком основании я должна предоставлять? У меня еще удостоверение, что я работник. Ну, удостоверение… О, РЭО-2. Подождите. Закон четко гласит. Документом удостоверяющим личность является только паспорт РФ. И другие документы. Но удостоверение работника не входит в этот перечень. Ну, Вы начитаны, Вы умные, Вы молодцы. Так при чем тут начитаны умные? Это закон так гласит? Паспорт я собой не обязана носить. Да я не говорю, что Вы обязаны. Я говорю, что как удостовериться, что это именно Вы, что Вы действительно работаете в каком-то РЭО-2, что РЭО-2 имеет какое-то отношение к УК ДСВЖР, и что УК ДСВЖР… Антоний Гавлович, все, хорошо. На нет и суда нет. Мне просто сейчас некогда, понимаете? Мне надо сидеть и обзванивать всех. Потому что многие на даче, многие в отпусках. Давайте мы с Вами в следующий раз пообщаемся, хорошо? Вероника, Вы меня услышали, и я не отказывался. Я Вас услышала, до свидания. Всего хорошего. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok